Недавно я вспомнил разговор с другом, сразу после окончания колледжа. Я гнался за карьерой кинорежиссера-фрилансера, а он избрал путь из разряда классики с графиком с 9 до 5. Я рассказывал ему про взлеты, падения, риски и преимущества выбранного мною ремесла. И он сказал, что хрен нас два на такое подпишется, потому что из-за давления нестабильности ему нужна была гарантия занятости. И я вспоминаю, как одобрительно кивал ему в ответ, ведь частенько мы слышим такую фразу, что мы здесь только ради корочки. Особо не заморачиваемся. Но затем, спустя 10 лет, я понял, что мой друган конкретно ошибался в вопросах гарантии трудоустройства. За все время я сменил всего парочку рабочих мест. Одно из них – летняя подработка на поле для гольфа имени Трампа в Нью-Джерси. Не очень многое я извлек из той работы, но, хей, я один из немногих, кто может похвастаться, что натирал президентские шары. Я скромничаю, этот список будет мальца подлинней. Затем для подработки я устроился помощником в продуктовый магазин. Но моя песенка была спета, когда я записал рэп-пародию и получил за нее иск на 7 миллионов от этого магазина. Жизнь за жизнью. Едем дальше. Много времени не потребовалось, чтобы я начал спрашивать себя про преимущества работы. И когда я начал зарабатывать сотни долларов на видео как фрилансер еще в 2008-м, я помаленьку двигался вперед в надежде увидеть, к чему этот путь меня приведет. Путь этот был наполнен сомнениями и неопределенностью, но я извлек кучу ценных уроков на тему гарантии занятости. Когда у тебя есть работа, денежка капает на твой счет, и тебе комфортно от мысли, что ты точно получишь зарплату. Но это иллюзия. Правда, которую я осознал уже давно, и правда, с которой столкнулось много людей в этом году, в том, что, к сожалению, твоя работа никаких гарантий тебе не дает. И если ты хочешь быть уверен, что твои доходы покроют твои базовые потребности, тебе нужно гораздо больше, чем осесть на работе. Так что в этом видео мы поговорим о том, как управлять и как держать свой доход в безопасности. Во-первых, тебе нужно стать обязательным. Этого можно достичь, делая то, в чем ты хорош, инвестируя свое время и энергию, оттачивая свое мастерство. Малкон Гладуэл популяризировал правило 10 тысяч часов. Его идея в том, что тебе нужно инвестировать около 10 тысяч часов в свое ремесло. Каждый классический композитор без исключения потратил хотя бы 10 лет, чтобы написать вершину своего творения. Моцарт начал заниматься в 11, но тогда он создавал мусор. До 22-23 вообще ничего путного не сделал. Сколько точно времени потребуется, неизвестно. Оно зависит от того, что вы изучаете, но главная идея в том, что великими не рождаются. Лучшие актеры, писатели – все они посвятили себя работе, чтобы стать лучше. Один из моих любимых ютуберов, Майк Бойт, посвятил последние несколько лет изучению новых навыков. И он фиксировал точное время, сколько часов он на это потратил. Людям и правда нравится идея количественной оценки в часах, потому что это что-то осязаемое и понятное. Восемь часов работы, например, так проще. И когда кто-то говорит, что «Оу, я выучил это за восемь часов», это звучит как возможно, нежели мне потребовалось шесть недель. И когда точное время только шесть или восемь часов, это уже не кажется таким уж и страшным. Про изучение он узнал порядочно. Парочка советов, которые я нашел, очень полезными. Это планирование и практика для всего, чем бы вы ни занимались. С учетом того, что это самое вас не отвлекает от основного распорядка. Так что если перешагнуть через барьер и практиковаться столько, сколько возможно, это сделает изучение на порядок легче. Другой совет, который он мне дал, это «Изолируй свои ошибки». Если взглянуть на все это с прагматичной точки зрения и двигаться к цели шаг за шагом, ты сможешь найти ошибки в своей технике. К примеру, когда учу выход на две. Проблема у меня была не столько с силой, а сколько в понимании техники движения. Как перекинуть руки через турник. И я смог подстроиться с помощью эспандеров. С их помощью я понял технику, и тут, как говорится, поперло. Я начал отождествлять изучение с дисциплиной. И наоборот. Эксперименты Майка показали, как быстро ты можешь научиться новым штукам, если посвятишь себя процессу. Конечно же, став мастером в чем-то и развивая по-настоящему ценные навыки, ты станешь незаменимым для своего босса или клиента. Это следующий уровень. Но это требует регулярной практики и наработки тех самых 10 тысяч часов. Из моего опыта фрилансера я осознал, что мне просто нужно гнуть свою линию. Проект за проектом. Если я облажаюсь, если пропущу дедлайн и не закончу проект вовремя, то уже никогда не увижу этого клиента, скорее всего. Мой резерв для ошибок был очень мал. Отсюда мне пришлось быстро учиться. И следуя этому правилу, я заметил, что многие клиенты возвращались. И тогда я смог повысить свой доход и в разы улучшить свои навыки. Этот процесс и эта быстрая обратная связь помогли мне двигаться вперед. Это был первый шаг для построения гарантированного дохода. Второй шаг больше практический и связан с управлением деньгами и созданием финансовой свободы. Когда у тебя есть работа, тобой завладевает идея гарантии занятости. Ты полагаешь, что твой доход никуда не денется и спускаешь худший возможный сценарий на тормоза. Или вовсе об этом не задумываешься. Но правда в том, что ты можешь потерять свою работу. И пока ты об этом не задумаешься, то не сможешь подготовиться. Возможно, самый важный урок, который я извлек за годы работы фрилансером. У меня никогда не было стабильного заработка. Фиксированные еженедельные выплаты, на которые я мог бы рассчитывать. И, возможно, это не особо привлекательно звучит, но... Это научило меня быть очень консервативным и вдумчивым в отношении моих сбережений. И быть заранее подготовленным к худшему из возможных сценариев. Я фрилансер. И у меня никогда не было иллюзии, что мой доход в безопасности. Иногда у меня бывают загруженные, иногда свободные месяца. В один я могу заработать тысячу долларов, в другой десять тысяч. И отсюда я понял, что если я хочу переживать штормы, мне нужно научиться управлять финансами. Я не понимал это в свое время. Но когда я только входил в этот рынок, все было совершенно нестабильно. Пытался построить свой бизнес, пытался найти новых клиентов. Отчаянно, струдая в начале моего карьерного пути, я смирился с мыслью, что однажды у меня не хватит денег, чтобы оплатить аренду в этом месяце. И это заставило меня быть сверхконсервативным и суперответственным. Когда я, наконец, нашел клиентов. Начал я с хранения тысячи долларов для моего резервного фонда. Воспользоваться им могу только в крайнем случае. Эти деньги не для пивка по выходным, а не для сломавшейся машины или возможных затрат по медицинскому счету. Неждан произойдет, так что планирование нежданщиков становится по-настоящему жизненно важным. После этого я начал подкармливать этот резервный фонд еще больше. Вскоре с одной тысячи я разогнался до пяти, затем до десяти, и затем до двадцати тысяч долларов. Идея была в том, что эти деньги создадут для меня подушку. Что в свое время я не понимал, так это то, что именно это и подарит мне настоящую свободу. Теперь, если я заболею, не смогу работать, я смогу обеспечить себе шесть месяцев или год простоя. И тот вес, который я сбросил со своих плеч благодаря этому, был огромен. И также это позволило мне нацелиться на другие вещи, которыми дорожу. Когда появилось чувство защищенности благодаря моей финансовой подушке, я смог сказать «нет» проектам и клиентам, которые мне не нужны, и сфокусировать мою энергию на вещах, которые действительно меня волнуют. И мне трудно передать, насколько это изменило мою жизнь. Планирование худшего и резервный фонд со сбережения именно год. Они подарили мне чувство свободы, которое я до этого момента не испытывал. Неважно, фрилансер вы или владелец собственного бизнеса. Принципы остаются неизменными. Становись лучшим в своем деле, улучшай себя каждый день, инвестируя в себя самого. И затем грамотно распоряжайся финансами. Отложи деньги на черные дни и построй такую финансовую подушку, какую возможно. Самый простой совет, который я могу вам дать, он очень прост. Просто начни. Ты почувствуешь себя полным бараном и обосранцем. Но все эти сомнения отдаляют тебя от по-настоящему крутого прогресса. И поэтому все, что тебе нужно сделать, это встать с дивана и в путь. Саморазвитие – штука балдежная. Но, черт возьми, время затратное. Мы читаем книги, слушаем подкасты, смотрим видео. Но, мамма миа! А если на это времени попросту нет, это че значит? Сидеть на жопе и разлагаться? Вовсе нет. Как всегда, нашлось одно элегантное решение. Книгли.ру Этот сайт – настоящий клондайк полезный, и, что самое главное, эффективная информация из мира бизнеса и саморазвития. Частенько я советую вам подкасты, книги на миллион и 52 недели одержимости. Так вот, если слушать лень или времени не хватает, на этом сайте собраны текстовые версии этих самых подкастов. Выжимки из книг, внедрение лучших и отказ от худших привычек. В формате максимально ужатой статьи, только с самыми главными мыслями из книги или подкасты. Рекомендую. Ссылочка в описании и в закрепленном комменты. Я считаю, что все чаще мы не можем начать, потому что мы напуганы, мы перегружены, когда столько всего навалилось. Но когда ты строишь новый навык, он развивает и оттачивает твое ремесло, спасет в дождливые деньки, поможет построить резервный фонд, который подарит тебе финансовую безопасность на ближайшее будущее. Вам на самом деле нужно сделать один маленький шаг. Вы не почувствуете большую разницу, сделай вы этот шаг сегодня или завтра. Может вообще его не увидите за 8, 200 или более часов. Но если вы продолжите двигаться в нужном направлении, вы вскоре окажетесь там, где хотите, и станете замечать те мелкие победы на вашем пути. Так что, надеюсь, это видео помогло вам, особенно если вы проходите через непростые времена. У вас нет работы, вы ее ищете, или до сих пор не очухались предыдущей. Я надеюсь, вы сможете применить эти принципы, потому что в свое время они меня здорово выручили. Спасибо за прослушивание. Не забудьте оценить подкаст.